Фрилансер Фрилансинг можно сравнить с процессом обучения рисованию или пению. Главный принцип – это общение и помощь тем, кто в ней нуждается, обращение к людям с вопросом, что им нужно, и, конечно же, предоставление им необходимой помощи. Прогнозы показывают, что к 2020 году 43% рабочей силы в США будут внештатными сотрудниками. Таким образом, чем раньше мы начинаем, тем лучше. Не обязательно быть крупным специалистом в Блендере. Потребности большинства людей невысоки, и вы будете удивлены качеством работы, которым люди будут удовлетворены. Отсутствие специальных вакансий Единственное, что нужно помнить, это то, что использование Блендера в профессиональной среде намного меньше по сравнению с промышленным стандартом Maya или Cinema 4D. Поэтому, если вы специально ищете вакансии фрилансера для Блендера, вам либо не повезет, либо столкнетесь с какой-то крайней конкуренцией. Каковы ваши сильные стороны? Поскольку вы единственный человек, вы не можете в одиночку создать фильм в стиле Pixar, по крайней мере, в кратчайшие сроки. Вам нужно будет установить границы того, чем вы будете заниматься и что не будете делать вообще. Я сосредоточил свои усилия на графике движения или моушн-графике, так как мне нравится этим заниматься, и я люблю повышать свой скилл в этом направлении. Заказы на какую работу можно ожидать? Как пользователям Блендера идеальная работа для нас это та, где клиент заботится только о продукте на выходе, видео, изображении, 3D-модель и т.п. И ничего больше. Не стоит вопрос о цене, проектах и т.д. Вот неполный перечень видов исполнения дизайна. 3D-модели, визуализация архитектуры, информативное видео, визуализация продукта, рекламные ролики, презентация о продукции, 2D и 3D-моушн-графика, анимированные поздравительные открытки, дни рождения, свадьб и т.п. Работы в VFX композитинг редки для пользователей Блендера. Несмотря на большие достижения Блендера, VFX поприща практически невозможно получить работу, VFX работая в Блендере. Большинство людей, которые дают задания в области VFX композитинг, это режиссеры или сами фрилансеры, которые устраивают аутсорсинг собственной работы. Но самое главное, люди здесь также ожидают, что ваш проект будет реализован вместе с общими проектами-файлами. Люди в этой области используют Nuke, After Effects или Maya. Они хотят, чтобы проект интегрировался с их работой, в которой Блендер сильно выделяется на общем фоне, поскольку он не является промышленным стандартом. Имея проект, заказчик получает дополнительный уровень свободы, чтобы иметь возможность вносить правки на финальном этапе проекта. К сожалению, Блендер еще не на этом этапе. Логотип анимация. Лидер среди запросов. Это уже норма на freelance.com. Запросов от людей, которые хотят сделать анимацию логотипа, намного больше, чем фактические рабочие места на внештатной основе. Предложение опережает спрос. Единственный шанс, который у вас есть, это самореализация локально в вашем районе. Интернет – это поле деятельности является чрезвычайно конкурентоспособным. Какую бы цену вы ни ставили, найдутся люди, которые готовы выполнить ту же работу за половину вашей цены. Перейдите на любые основные сайты и посмотрите, сколько записей вы получите на запрос по заданиям анимации логотипов. Как вы собираетесь конкурировать с этим? Эти соревнования странны в том смысле, что абсолютно плохой дизайн будет выбран победителем, и вы не поймете почему. Вы уже чувствуете заговор? Договора. Когда вы только приступите к заданию, скорее всего, вам понадобится заключение договора, чтобы сохранить доверие клиенту и наоборот. Это нормально для небольших проектов, однако, когда речь зайдет о корпоративных проектах, помните, что эти люди постараются ограничить вас своим контролем как можно крепче. Не все клиенты плохие, но плохие сделают вашу жизнь несчастной. Вот список вещей, которые я указываю в договоре или устном соглашении. Объем проекта. Объясняйте потребности клиента в простых словах. Не отвергайте ничего, напишите все, что клиент хочет, чтобы вы делали, но повторяю простыми словами. Плата. Фиксированная плата обычно предпочтительнее, чем плата за час, так как это освобождает клиента и помогает ему узнать о конечной стоимости заранее. У большинства людей разные условия оплаты. Я использую 50% предоплаты и 50% после отправки конечного продукта. Авторское право остается у дизайнера до окончательного платежа. Изменения. Дизайнер и клиент должны согласовать указанные детали проекта перед началом проекта. Любые изменения после запуска проекта определяются как ревизия, то есть полная остановка работы над проектом и пересмотр условий. Скоуп. Крип. Смещение. Содержание. Обычно люди делают это, когда полностью осмыслят масштаб проекта. Они попросят добавить еще одну вещь. Или попытаются добавить, не изменять больше материала в проекте в пределах одной и той же платы и срока. Больше работы равняется пересмотренные условия оплаты. Урон. Иногда задания не заканчиваются на хороших условиях. Это не значит, что ваша работа должна идти впустую. Урон, как правило, является авансом. Вы полагаете, что он не возвращается, если проект заканчивается на полпути, но иногда клиент все-таки возвращается к вам обратно. Собственность. Разработчик владеет всеми авторскими правами до момента окончательного платежа. Конфиденциальность. Дизайнер гарантирует клиенту, что работа будет храниться в тайне и не будет публиковать его без согласия клиента. Единая точка контакта. Клиент заверяет проектировщика, что все коммуникации направляются через одного человека, назначенного клиентом. В противном случае у вас может быть пять человек, дающий вам разные направления для достижения проекта. Кодекс добросовестной практики. Что работа в проекте является оригинальной и не нарушает авторских прав. Разрешение споров. Любой спор будет передан судам этой страны. Принятие условий. Здесь вы подписали форму. Пакет услуг. Это взято из моего описания продукта, и я воспроизведу его здесь. Когда я был фрилансером, я обнаружил, что клиент просит меня искать музыкальный трек, озвучку и звуковые эффекты. Это же в дополнение к анимации. Не спешите отказывать таким клиентам. Каждый клиент ожидает пакет услуг. Они не хотят связываться с каждым человеком отдельно. Они обычно идут к человеку, где они могут получить все услуги в одном месте. Это имеет смысл. Когда вы отправляетесь в Макдональдс, вы ожидаете, что они будут служить комбо. Представьте себе покупку бургера, пирожков и картошки фри в разных ресторанах. Представили? Согласитесь, это неудобно. До того, как появились такие супермаркеты, как Walmart, люди блуждали по магазинам, чтобы отыскать нужные продукты. Это было неудобно для большинства людей. Гейб Ньюэлл сказал, что побеждает тот, кто обеспечивает лучший сервис. Причина пиратства была популярна потому, что пиратство использовало более качественные услуги, чем медиа-компании. Написание предложения Удобная связь Простые слова Избегайте сложного содержания в ваших предложениях и пользуйтесь активным голосом там, где это возможно. Сохраняйте ваше предложение в сжатом виде. Пункты не должны выходить за рамки трех строк. Не добавляйте несущественную информацию. Спросите себя, если вы удалите эту строку, будет ли предложение по-прежнему иметь смысл? Если это так, то удалите ее. Уникальный способ создания демонстрационной катушки – деморил. Это на самом деле популярная техника копирайтинга, которая работает большую часть времени. Вместо того, чтобы создать случайную анимацию для барабана, найдите описание работы в нештатной анимации онлайн или офлайн. Если есть четкое описание работы, вы знаете, что можете это сделать. Затем создайте предложение и создайте 5-секундную анимацию в этом описании задания. Анимация не должна занимать 3-4 часа работы. Приложите его к предложению. Это отлично подходит для графических проектов. Узнайте все о клиенте. Узнайте, что он на самом деле намерен делать с готовым продуктом. И настройте свое предложение, учитывая эти факты. Сосредоточьтесь на проблеме клиента. Если она состоит из сложного моделирования, то выберите наименее сложную модель. Смоделируйте ее и предложите образцы изображений модели к этому предложению. Если ты получишь работу, хорошо соглашайся. Если вы не получите работу, удалите все логотипы и бренды, защищенные авторскими правами, и используйте их в своей демонстрационной катушке. Есть два преимущества. Вы узнаете, чего ожидает клиент на ранней стадии своей карьеры, и у вас будет отличная демонстрационная катушка, то есть деморил, основанная на реальных ожиданиях клиентов. Вещи, с которыми фрилансеры сталкиваются регулярно, имея дело с клиентами. Случайное прекращение общения в течение нескольких дней. Отношение к вам как к розничному сотруднику, а не к равному. Просьба получить дополнительную работу за одну и ту же стоимость. Закрытие работы на середине этапа без каких-либо причин. Необоснованные вопросы, например, а можно получить 30 секунд анимации в течение одного дня. Или попросит вас изменить то, что противоречит теории цвета, составу и принципам дизайна. Определение большого клиента. Четкое представление о том, что он хочет. Длина анимации, видеоформат, тип анимации. Показывает примеры того, что он хочет, как изображение и видео, вместо того, чтобы использовать загадочные слова типа «сделайте его ослепительным». Быстрая оплата после успешного завершения работы. По этой мысли, если объем проекта увеличен, он будет платить больше за добавленную работу. Уважительно отнесется к общению и готов предоставить полезные отзывы о пересмотрах. Наконец, тот, кто сошлется на других людей, нуждающихся в вашем фрилансе. Избегайте конкуренции. Проще говоря, вы не хотите быть 25-м дизайнером логотипа в своей области. Вы почти не выживете. Вам нужно будет найти потребности людей и предоставить им ценность, которую вы можете предоставить. Тогда вы выживете. Дело в том, что клиент не только ожидает работу, которая лучше, чем средняя, но еще клиент обычно ожидает, что вы владеете дополнительными навыками, чтобы помочь ему в его работе. Вам нужно будет собирать навыки. Например, человек, имеющий базовые знания о блендере и базовые знания о питоне, имеет больше шансов получить работу, чем более опытный пользователь только блендера. Вам не обязательно быть лучшим во всем. Наличие базовых знаний о любом из этих навыков сделает вас лидером впереди других пользователей. Чем больше навыков, тем лучше. Навыки, такие как питон, редактирование видео, раскадровка, скрининг, SEO, контент-маркетинг, копирайтинг, голосовое управление, цветокоррекция, создание музыки, создание фильмов, селл-шейдинг, 2D-анимация, дизайн пользовательского интерфейса и т.д. Вы должны иметь базовые знания о всех этапах создания видео. От идеи к реальности. Это написание сценария, раскадровка анимации, моделирование анимации, рендеринг и редактирование видео. Мы живем в эпоху, когда быть валетом всех профессий на самом деле полезно. В настоящее время внештатному аниматору также приходится искать музыкальные треки, озвучивание и звуковые эффекты. Принимайте решение о том, где купить на основе бюджета и платформы видео. Вы можете получить голосовые музыкальные треки на Fiverr для низкого бюджета. Помните, вы получаете то, за что платите. Звуковые эффекты обычно доступны бесплатно на freesound.org или opengameart.org. Бесплатные музыкальные треки доступны на freepd.com или freemusicianarchive.org. Если это для YouTube, проверьте библиотеку Audio YouTube. Затем есть Pond 5 или Audio Jungle с футажами и бесплатной музыкой. BlendSwap имеет активы лицензии CC0, которые вы можете использовать. Pixabay и Pixels отлично подходят для фоновых изображений. Textures.com и Polygon.com для бесплатных текстур. Никогда не конкурируйте с кем-либо на основе денег. Из-за этого все проигрывают в гонке. Почему люди покупают тысячедолларовые айфоны, когда более высокие спецификации телефона Android доступны за дешевую плату? Вы должны признать, что одной из основных причин является брендинг телефона. Люди предполагают более высокую цену, которая будет равняться более высокому качеству. Это связано с нашими мозгами. По моему опыту, некоторые из лучших клиентов, которые у меня были, платили щедро. Работа, которую вы выполняете, имеет огромную ценность, не стойте так низко. В конце концов, вы собираетесь жениться и иметь семью. Вам также придется подумать и о них. Никогда не ставьте на себя дешевую цену. Создание доверия. Скажем, книга доступна на Амазоне по 24 доллара США. А другой сайт под названием free.com продает ее по цене 15 долларов США. На втором сайте нет присутствия, в социальных сетях и нет отзывов. Где вы купите книгу? Даже если сайт является законным, люди всегда будут стараться минимализировать риск. Проще говоря, они доверяют Амазонке больше, чем случайному теневому сайту. Точно так же, даже если у вас есть более высокие навыки и вы можете предоставить услуги по низкой цене, почему люди должны доверять вам? Наличие веб-сайта, по крайней мере, портфолио арт-станций с четкой фотографией, увеличивающей доверие. Наличие отзывов или отзывов ваших предыдущих клиентов повышает доверие. Бонус, если перспектива знает предыдущего клиента. И, конечно же, наличие присутствия в социальных сетях в современном мире. Выполнение вашей работы вовремя и в установленные сроки увеличивает доверие и повторяет бизнес. Предоставление своих знаний – безвозмездно отличный способ построить доверие. Почему, по-твоему, я пишу этот блог? Как я могу получить свою первую внештатную работу? Попросите своих друзей и ваш круг общения рассказать, что вы начинаете фрилансить. Скажите им, чтобы направляли к вам любого человека, требующего анимации. Посетите ваши ближайшие предприятия и посмотрите, нужна ли им какая-либо анимационная работа. Поиск в таком порядке. Встреча – лично. Вызов по телефону. Холодная электронная почта. Последнее чрезвычайно сложно, так как оно чрезмерно используется и редко кто-то находит вашу заявку убедительной, проверяя электронную почту. Подумайте, как еще потенциальный клиент может получить ваше сообщение, кроме электронной почты. Холодная электронная почта работает только в том случае, если человек уже отправил заявку онлайн или офлайн. Случайные заказы по электронной почте похожи на лотерею. Это может сработать, но уровень успеха очень низок. Сосредоточьтесь на небольшом сегменте, где вы превзошли своих конкурентов. Начните с самой маленькой потребности заказчика. Поддерживайте связь в социальной сети с вашими коллегами-актерами и музыкантами в вашем регионе. Они обычно приносят вам работу. Первоначальные заработанные деньги должны быть инвестированы в нас самих. Независимо от того, какие деньги вы первоначально зарабатываете, следует потратить на увеличение ваших знаний. Книги и платные учебники значительно превосходят бесплатные учебники пособия. Я могу с уверенностью сказать, что мой переход от новичка к профессионалу произошел после того, как я начал покупать книги и покупать платные учебники в моем случае. Это была платная подписка учетной записи CGCookie. Поймите, знание доступно бесплатно в интернете, но оно разбросано. Единственное, что профессионалов заботит даже больше, чем деньги, время. На оплачиваемом курсе вы потратите меньше времени, чем самостоятельно искать бесплатную информацию в интернете. В книгах автор концентрирует свой жизненный опыт на страницах. Вы можете тратить свою жизнь, изучая поэтапно, как автор или купите книгу. Единственный язык, который понимает большинство клиентов – это деньги. Единственное, о чем заботится клиент – это то, сколько денег он может заработать из вашего законченного проекта. Если не деньги, это обычно слава или рост популярности. Подумайте об этом. Почему людям нужны презентационные видео? Почему люди тратят деньги на анимацию? Только когда они понимают, что готовый продукт поможет им заработать больше денег. Лицо только разворачивает объявление только тогда, когда думает, что объявление поможет ему заработать больше продаж. Он надеется восстановить затраты на рекламу и заработать больше денег. Если не прибыль, то какая польза при запуске компании? Если вы помогаете своему клиенту заработать больше денег, чем поздравления, у вас есть клиент на всю жизнь. При общении с клиентом по проекту всегда говорите о терминах «денег». Скажите ему, как это конкретное дизайнерское решение может помочь ему заработать больше денег. Последние мысли. Не стесняйтесь, если вы когда-нибудь совершите ошибку. Вы никогда не найдете фрилансера, который никогда не совершал ошибки в своей жизни. Это то, о чем никто нам не говорит. Мы должны понять это сами. Я получил комментарий от Мика Хэнкса на Facebook, где он поделился некоторыми идеями из своего опыта. Я попросил и разместил его комментарии здесь. Также я немного добавил своего. Итак, всегда ставьте водяной знак вашего контента, пока клиент не заплатит. Клиент, который говорит, и если вы сделаете работу хорошо, у него будет еще работа для вас. Это ложь. Клиенты, которые никогда не говорят о деньгах, это те, кто не будет платить. Мне нравится клиент, который обеспокоен стоимостью. Это означает, что он будет платить вам. Делайте ежедневные сообщения о своей работе, чтобы показать клиенту ваш прогресс. Таким образом, они видят, насколько плох дизайн и могут его исправить. Научитесь говорить «нет». Я не хочу ни одной части вашего испеченного нереалистичного срока подросткового заказа дизайна работы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!